Ставки на спорт! Один эксперт! Большие выигрыши! Один эксперт! Быстрые выплаты! Один эксперт! Надежный букмекер! Один эксперт! Один эксперт! Букмекерская компания Как так, ребята, быть-то, а? Представляете? У меня руль подклинивает, странно. Кому-то сейчас новая бочина, да, новые двери, деньги на счет. А кому-то убытки, лишние опять затраты. И ради чего мы работаем? Чтобы вот такие вот бабы под нас заезжали. Ну, это капец, ребята. У меня слов нет. У меня просто, у меня сейчас фляга брызнула конкретно. Ну, как вот-то? Я уже резко по тормозам дал. А она нет. Она не тормозила. Она ехала дальше. Поэтому и... Ладно бы она просто бы притерлась. Сделала мне там пару царапин на бампере переднем. Да и хер с ним. Да? Нет же. Она взяла, развернула ее. Ну, как это назвать? Да что за дебилизм-то такой, а? Ну, да бы вам не вообще не тормозить ее нахрен сбить тогда, чтобы это самое у нее в голове прибавилось. Чтобы ее хотя бы там сотрясение сотряслось у нее что-то там в ее голове. Да, видите, как получилось. Что у нее ничего не отклоняется. У нее и не отложится. Я говорю, ну как, ты не понимаешь, что с правой стороны у грузовика, у любого, мертвая зона, мертвая. Я говорю, тебя не видно, просто не видно. А я не знала. А я вообще, а кто я? Ну, как? Так, это бред, короче, полный, ребята. Я не знаю, как таких людей вообще до сих пор за руль сажают. Я считаю, что вот именно этих всех бэшников, да, вот, надо сажать за руль. После того, как они, не знаю, посидят в грузовике и поймут, что это такое. Что их ни хрена не видно. Я понимаю бы, ну, не знаю, ребят. Ну, вот что мне теперь перед каждым перестроением, да, останавливаться до полной и ждать, пока там, я не знаю, даже не все машины проедут, а, да, вообще не знаю, как тогда ездить. Вот в чем суть. Пропускаешь их, моргаешь им, все, объясняешь, чтобы, ну, блин, как-то, не знаю. У меня слов нет, ребята, у меня просто вот, вот, все, нету слов. Я вот сейчас еду, и у меня брызжет фляга, потому что у меня нету слов. Этот муженек ее довольный. О, да нам денежки выплатят, да молодец. Женушка любимая там, да, устроила. ДТП подставу называется. Зашибись. А про других не подумали, что другие-то люди. Они люди вообще как-то, как бы как. Пидарасы. У меня слов других нету. Я не злопамятный человек, но... Но это жесть. Ну, ладно бы она притерлась. Она даже по тормозам не дала. А газу, наверное, давала в этой ситуации. Поэтому я тормознул, ее развернул, и она мне левый край захерачила бампера. Это умудриться надо. Это только баба так сможет. Тут даже скорости не было никакой. Вот в чем суть. Я не знаю, мне сколько туда еще зеркал повесить, чтобы... Они, вы видите, они едут-едут, потом могут раз резко в тормоз. Дать, а могут резко газу дать. Ни же непредсказуемые. Жесть. Просто жесть. Все, у меня на этом все. Итак, господа. Печаль сегодня меня постигла. Постигла меня злая печаль. Сейчас я вам покажу, и вы... И вы все офигеете. Вот, что случилось. С бампером у мана. Печальная противотуманка. Видите, разбита. Эта решетка отпала, она есть. Сломала с этой стороны. Получается, пошоркала фару. Сломала с этой стороны. Видите, все как печально произошло. Даже вот здесь я есть. Вот. Видите, красочка этой машины. Жесть. Это было просто жесть. В общем, начинаю ремонт. Хочу заклепать его. Здесь заклепаю, видите. Ну, все-таки усилитель сыграл свое дело. Видите, спас автомобиль. Спас бампер. А так бы он вообще разлетелся в щепки бы. Да, признаю поражение. Вина моя. Но... Та женщина, которая залезла под меня, могла бы как-то просто отделаться просто этой стороной. Зачем она мне в эту-то сторону заехала. Вот это было прям вообще непонятно. Получилось как? Я ехал. Я начинал перестраиваться. Она ехала с этой стороны. Я, получается, ее затронул вот этим бампером. Потом то ли она дала газу, то ли тормоз ли я не... Скорее всего, газу. Потому что она... А я тормоз резко надавил. У меня там прям черные следы. И все. И, получается, она выехала вперед меня. И бочиной своей попала в мою левую сторону. Видите? Загнула подножку. Ну, подножка как бы еще более-менее, но тоже поломала. Сейчас вот это все сниму. Будет намного... Все, наверное, выглядеть печально, чем сейчас кажется. Ну, будем ремонтировать. Попробуем что-то заклепать, что-то сделать. Туманки взял, уже другие поставлю. Потому что сейчас фара у меня будет светить не активно. Вот с такими царапинами. Поворотник тоже. Ну, может, отмоется, заполируется. Не знаю, в общем. Ну, начинаем. Начинаем ремонт. Так, вот такими вот маневрами, способами мы пытаемся выправить. Эту часть мы уже частично выправили. Наверное. Хотя не знаю, как она у меня раньше тоже была. Не особо-то ровная. Сейчас вроде бы примерно по геометрии похоже. Что-то с чем-то осталось нам выправить. Вот этот вот крюк, как это называется. Не знаю, на чем держится сам бампер. Ну, и пойдем. Пойдем клепать. Вот этот вот бампер. Бедный. Которому очень сильно не повезло. В 2018 году. Ну, там уже посмотрим, что получится. У нас тут на стоянке много очень личностей. Очень много занятых делом людей. Потерялась крышка по дороге где-то. Ладно, не страшно. Она с девятки подходит такая же. От массовой заливной горловины. Ваза 2109, там 10. Короче, классика. Вернее, лада подходит сюда. Так что. Ремонты. И тут тоже, кстати, ремонт. Причем тут посерьезнее будет ремонт. Но это уже совсем другая тема. Завтра будем заводить? Завтра, говорят, будем заводить. Ты уверен? В дом магазин. Я надеюсь. В магазин за новой машиной. Нет, пойдем вы. Что, тут осталось? Поголовки собрать, а поставить их, да? Ну что, я не пойду, не поставим, все, и заведем, все. В общем, печаль беда. Но мы с этим справимся. Такой вот вид. Ужасный. Переноска есть. Можно и сегодня за ночь, что забрать. В принципе-то осталось, это вообще ерунда. Выправить крюк. Вот этот, как он? Не знаю название. Кронштейн, во. Там. Блин, ну как-то хипло стало, да, консту? Смотрю, вот. Нажимаешь, и она прям играет, все. А здесь нет. Здесь, кстати, подножка, а, нет, тоже такая. Там даже не будет. Больше, да? Тебе надо усиливить, просто сделать, если знаешь, какой. Какой? От этого узла, да, верхний. От рамы? Ну, там, книзу, где окрепил, вот сверху тоже есть. Ну, да. Да просто не надо врезаться, наверное, да, во что-либо. Ну, тоже иномарка, она не должна быть. Она должна быть этой, самой, такой, при ее аварии там что-то обламывает. Допустим, двигатель уходит вниз, чтобы не покалечить. Вот здесь так же, короче, при аварии все от этого отламывается, чтобы не покалечить другие запчасти и все остальное. И все. Ой, да, и все. Самая крепкая здесь вот эта рама. Швеллер. Все, этот. Больше тут. Самый мощный тормоз. Да, самый мощный. А может вообще бампер не ставить? Может просто прямую эту сварить вот железку, да, как на этих? На американцах. И фар оттуда врезать от МАЗа, от КАМАЗа. Да, зачем мы будем ставить, тратится сейчас бампера вот какие-то, красить, что-то клепать, да. Сейчас швеллер приварим, да, и все. Все чайники наши. Эх, ладно. И потом проблем знать не буду. Да. Работаем дальше. Итак. Как вам уже бампер? Я думал, его прекрасно. Осталось, правда, совсем чуть-чуть с ним. Да, не получилось, а вот этот вот заделать, не знаю, как потом, наверное, со временем, будет в свободное время, сделаю. А вот этот тоже здесь никак мне не сделать. Вот это место. Ну, в общем, все, что мог, проклепал основные, видите. Вот эти вот сломыши вот здесь. Там, так же, там, ровно, конечно, все не садится, потому что все-таки сломанное. И это не пластик, это даже, как сказать, не стекловолокно, короче, какой-то гипс со стекловолокном. Сейчас поставлю. Здесь это, почему она, ну, это я ее уже снял, потому что я до этого ее снимал, видите, и она не проклеенная. Осталось поставить сейчас. Дальше, что у нас, противотуманки будут другие, это вы увидите. Сейчас, получается, отмою его весь от этой мошкары. По-человечески подкрашу, чтобы это все не выделялось. Ну и все, соберу фару, поставлю эту вот решеточку, туманки, и я думаю, будет огонь. Практически, как и было раньше. Ну, в общем, так все. Делов-то. На полчаса, как говорится. Здесь тоже вот все клепочки. Ну, естественно, уже конструкция уже сломана, уже не та, уже где-то гуляет, вот видите. Но, тем не менее, вид имеет. Так, что сегодня было сделано за сегодняшний день. А за сегодняшний день было поставлено новое крыло, второе. Все, теперь два новых задних крыла. Видите, с этой стороны. Так, с этой стороны тоже крыло. Я вот, правда, подкрасил вот эту вот штучку, да? Видели? Вот, все. Красота. Так. Дальше. Не горит один габарит. Разберемся. Здесь у нас все три горят габарита. С этого бока. Вот этот что-то. О, масса плохая, надо почистить. Так, тоже три. Заменил я вот этот габарит. Самсунговский сгнил. Поставил какой-то, не знаю, купил. И самое главное, что сейчас будет. Вот оно. Вот она, люстра, можно сказать, собранная. Ну, как вам, господа? Единственное, наверху не горит один. Ну, полнокава горит, там где-то массы нету. Там светодиод. Вот она. Ради чего сегодня был весь сыр-бор. Мучились мы. Ездили с Сашкой за запчастями. Купил туманки белые. Потом оказалось, что была одна желтая в магазине. Лампочки, которые родные в туманках, сразу выбрасывайте. Кто будет такие туманки покупать? Потому что они на 20 ватт. Сразу покупайте хорошие. Я взял 70-ваттные лампы, бошевские. И видите, как они горят. Просто шикарно. Плюс, я думаю, ночью будет вообще супер светить. Хотя, не знаю, надо регулировать будет. Ну, посмотрим. Ну, вот и всё. Остальное. Бампер закрутил, всё соединил. Электрику сделал. В принципе. Так что, всё горит, всё моргает. Закрепил поворотник. Вид, смотрите, вот с этой стороны. Ну, у меня есть клёпальник. Сейчас я купил себе клёпальник. Поэтому всё на клёпальник, видите. Зато мёртвый, не отвалится. Так что, вот так вот. Вот так вот. Будем тестить на дороге, на трассе, как это будет всё светить. Поэтому, я думаю, с лечо будем регулировать, чтобы не светить встречных машин. Поэтому, вот так вот, ребята. Будет МАН сейчас круче, чем был.